Старый плёд, старый плёд, старый плёд, чистый лод. Открывают конкурсную программу в Аллычане. В коллективе 28 человек, правда до Белгорода добрались не все. Кто-то приболел, кто-то не смог бросить хозяйство. Тем не менее, хор ярко исполнил свою программу. В команде нет профессиональных вокалистов, но шансы на победу высоки. Три года назад справили 25-летие. Собирался он как при доме учителя. Сначала учительский был хор. А потом потихонечку перерос в любителей. Здесь у нас нет, у нас разные профессии. И почтальоны, и просто работники торговли. В общем, очень разные социальности. Музыкантов нет. По регламенту встречи каждый коллектив должен исполнить две композиции. Известное произведение российского или советского автора. И второе на выбор участников. Общее время нахождения на сцене не более 8 минут. Условия жесткие, но справедливые. На сцену должны успеть выйти все 19 коллективов, приехавших со всех уголков области. Здесь собрались опытные участники, которые в подобных конкурсах участвуют не впервые. В призовых местах все время получаем за участие в фестивалях, в конкурсах получаем какие-то награды. Еще ни разу мы не выступили просто так без награждения. Жюри определит победителей в двух номинациях – академические и народные хоры. А также один коллектив завоюет гран-при. В каждом хоре по правилам конкурса не менее 70% участников не моложе 55 лет. Оценивается и выход на сцену, и культура поведения, и самое главное – и сценическое мастерство, и самое главное – вокальные данные. Как поют, что поют, и голосовые данные, то есть артистизм. Там очень много показателей, поэтому я думаю, что жюри будет очень много спорить. Это второй всероссийский конкурс пенсионеров поединке хоров. Первый прошел в прошлом году. Гран-при завоевал белгородский коллектив «Родные напевы» ДК «Энергомаш». Именно поэтому финал второго всероссийского конкурса пройдет в Белгороде в ноябре. Наша область на нем представит победитель этого регионального этапа – русский народный хор «Сокол» из областного центра. Виктор Улкянчиков, Виталий Петренко, Новости Мира Велогорье. Старый плёс, старый плёс, старый плёс, чистый плёс. Открывают конкурсную программу «Волучане». В коллективе 28 человек, правда, до Белгорода добрались не все. Кто-то приболел, кто-то не смог бросить хозяйство. Тем не менее, хор ярко исполнил свою программу. В команде нет профессиональных вокалистов, но шансы на победу высоки. Три года назад справили 25-летие. Собирался он как при доме учителя. Сначала учительский был хор. А потом потихонечку перерос в любителей. Здесь у нас разные профессии. И почтальоны, и просто работники торговли. В общем, очень разные специальности. Музыкантов нет. По регламенту встречи каждый коллектив должен исполнить две композиции. Известное произведение российского или советского автора, и второе на выбор участников. Общее время нахождения на сцене не более 8 минут. Условия жёсткие, но справедливые. На сцену должны успеть выйти все 19 коллективов, приехавших со всех уголков области. Здесь собрались опытные участники, которые в подобных конкурсах участвуют не впервые. В призовых местах всё время получаем за участие в фестивалях, в этих конкурсах получаем какие-то награды. Ещё ни разу мы не выступили просто так без награждения. Жюри определит победителей в двух номинациях – академические и народные хоры. А также один коллектив завоюет гран-при. В каждом хоре по правилам конкурса не менее 70% участников не моложе 55 лет. Оценивается и выход на сцену, и культура поведения, и самое главное – и сценическое мастерство, и самое главное – вокальные данные. Как поют, что поют, и голосовые данные, то есть артистизм. Там очень много показателей, поэтому я думаю, что жюри будет очень много спорить. Это второй всероссийский конкурс пенсионеров поединке хоров. Первый прошёл в прошлом году. Гран-при завоевал белгородский коллектив «Родные напевы» ДК «Энергомаш». Именно поэтому финал второго всероссийского конкурса пройдёт в Белгороде в ноябре. Наша область на нём представит победитель этого регионального этапа – русский народный хор «Сокол» из областного центра. Виктор Улкянчиков, Виталий Петренко. Новости Мира Велогорье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова